Здравствуйте! Вы смотрите вечерний выпуск новостей в студии Телли Гусейн-Задей. Вначале коротко о главном. Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92% голосов после обработки почти 94% бюллетеней. Таковы последние данные, опубликованные в Центральной избирательной комиссии Азербайджана. Выборы, которые можно считать образцовыми для всех стран мира, международные наблюдатели зафиксировали абсолютную прозрачность президентских выборов в Азербайджане. Стабильная макроэкономическая среда является основой для устойчивости, модернизации и диверсификации азербайджанской экономики. Все это результат продуманной экономической политики руководства Азербайджана. Останки, обнаруженные в массовом захоронении у крепостных стен в поселке Аскеран в Поджалинском районе, будут отправлены в соответствующие лаборатории для идентификации. По данным Центральной избирательной комиссии, с 92% голосов после обработки почти 94% бюллетеней президентом Азербайджана избран Ильхам Алиев. Как отметил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахер Панаков, за главу государства проголосовало 4 млн 281 625 избирателей. Народ Азербайджана осуществил свое суверенное право и избрал своего президента из семи кандидатов. Подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты, сказал председатель ЦИК. Лишь немногие избирательные участки не представили данные. Сегодня состоится процесс принятия протоколов от окружных избирательных комиссий, по которым и будет произведен окончательный подсчет голосов. Итоги выборов будут объявлены уже завтра. После рассмотрения обсуждения протоколы будут направлены на утверждение в Конституционный суд не позднее 17 февраля. Голосование в Ханкенде имеет огромный политический и символический смысл. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией парламента Турции во главе с руководителем азербайджанно-турецкой группы «Дружба» Шамилем Айрымом. Ильхам Алиев выразил признательность делегации за наблюдение за выборами. Шамиль Айрым, в свою очередь, отметил, что в 44-дневной отечественной войне и антитеррористической операции президент Ильхам Алиев и Азербайджан продемонстрировали пример всему миру. Он отметил, что народ, обеспечив территориальную целостность и суверенитет страны, впервые с гордостью участвовал в этих выборах. Президент Азербайджана еще раз отметил, что высоко оценивает морально-политическую поддержку братской Турции во главе с президентом Раджабом Тайбом Эрдуганом в победе в отечественной войне. На встрече также была подчеркнута несправедливость в отношении азербайджанской делегации в ПАСЭ. Отмечала, что в этой связи будут приняты соответствующие заявления и обращения в парламенте Турции. Главы ряда стран поздравили действующего президента Азербайджана Ильха Малиева с убедительной победой на выборах. Новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития страны и на благо народа пожелал президент Турции Раджаб Тайбом Эрдуган. В ходе телефонного разговора главы государства выразили уверенность в том, что Азербайджан и турецкие отношения дружбы, братства и стратегического союзничества будут и впредь развиваться и укрепляться во всех сферах. Президент России в своем поздравительном послании также выразил уверенность, что страны продолжат активную совместную работу по наращиванию плодотворного двухстороннего сотрудничества во всех сферах партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Мы придаем большое значение союзническим отношениям с Баку, отметил президент России. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь также прислал поздравительное письмо президенту, где от имени правительства и народа Китая выразил искренние поздравления Ильхаму Алиеву. Главу государства с победой поздравили главы Пакистана, Беларуси, Венгрии, Сербии, Узбекистана, Ирана, Ирака и многие другие. Итак, впервые за историю современного независимого Азербайджана на всей территории страны прошли выборы главы государства. И это историческое событие мы обсудим с нашим гостем. А у нас в гостях Фархад Халилов, народный художник Азербайджана. Фархад, мы очень рады вас видеть. Спасибо за то, что вы к нам пришли. Любые выборы в любой стране, конечно, и при любой ситуации, они являются историческими. Поскольку формируют, опять же, вектор развития общества на несколько лет вперед. Как бы вы прокомментировали те выборы, которые прошли у нас, как историческое событие? Я бы сказал, что, конечно, выборы президента всегда волнительны для общества. Всегда есть определенные переживания, как бы ни было, какое бы ни было состояние. Но абсолютно могу сказать, что эти выборы превратились во всенародное празднование вот этого исторического дня. Когда Азербайджан, абсолютно свободный от террора, я бы сказал, проводил свои выборы. Что касается художников, то, в принципе, мы свой выбор сделали в 2003 году. И я вам скажу, все, что мы ожидали и все, что мы не ожидали, с лихвой выполнено, перевыполнено. Поэтому я считаю, что мы формально говорим о выборах. Потому что абсолютно любому человеку ясно, что господин президент набрал с лихвой эти голоса. А если там до конца посчитать, то будет больше. Поэтому, и вы знаете, что самое главное для меня, как для человека, в общем-то, творческого? Вы знаете, настоящий творческий человек изначально критично настроен вообще на жизнь. Но настоящий творческий человек критику начинает с себя. Потом он может смотреть на окружающий его мир. И вы знаете, это огромное счастье, что мы говорим не кривя душой. И мы, иногда нам не хватает тех слов красивых, положительных, чтобы выразить наши чувства. Потому что господин президент подарил нам мечту. Подарил мечту народу Азербайджана. Ну, о чем может идти речь? О каких кривотолках, которые, какой человек может себе позволить, я даже не могу представить. Но зная историю, учитывая политику, все можно ожидать. Но любой нормальный человек на земле объективно понимает, что в Азербайджане, то есть тот, кто имеет представление, маломальское, прошли фантастические выборы, которые, я абсолютно уверен, на этом уровне, на этой вот единой ноте нет сегодня в мире подобных выборов. Просто нет. Поэтому мы проживаем не одну историю. Мы проживаем на самом деле. Просто надо молить и благодарить Бога, что Он позволил нам пережить это. Это великое чувство, которое будет жить с нами всегда. И мы свидетели этого. Это потрясающе. Парху Альману, если говорить о тех процессах, которые происходят в стране, вот как в целом творческая интеллигенция, те же деятели искусства, да, они вот относятся вот ко всему этому, ко всем этим процессам. Ну, я не знаю человека, который бы относился иначе. Не знаю. И представить себе не могу такого. А если уж я буду сидеть рядом с таким человеком, то я с легкостью ему докажу все, о чем я говорю. Что касается художников, конечно, художники искренне поддерживают господина президента. Потому что художники – та часть общества, которая этот наш, ну, не хочу называть проигрыш. Это была ситуация в истории, когда мы не проиграли, а просто против нас пошли такие силы, когда мы были не готовы ни к чему. И в обществе тоже не было единого такого отношения. Поэтому я не называю это поражением. Это шло какое-то определение временем. И с тех пор художники верили в то, что обязательно Азербайджан освободится и от террора, и от оккупации. И мы жили с этой верой. И ни один человек не жил с другой. Ну, я думаю, что господин президент сам говорит о том, что настало время как бы движения вперед. Война кончилась. Война кончилась, но она будет всегда с нами. И мы еще через много лет будем понимать, что произошло. По горячим следам мы еще до такой степени глубоко не представляем того, что произошло. Но я думаю, что это, во-первых, и в картинах художников, и в художественных произведениях найдут свой отклик, глубокий отклик обязательно. Но, конечно, мы должны двигаться дальше. Как говорит сам президент о том, что мы должны обсуждать эти пути, искать эти пути для развития нашего общества. Я думаю, что для нас примером, я это говорил и буду говорить все время, пока мы этого не достигнем. Для нас должен стать примером достижения наша армия, наши великие сыны азербайджанского народа во главе с его верховно-главнокомандующим. Они являются сегодня мерилом для любого достижения. Если человек в искусстве будет достигать, или в науке, или в любой другой отрасли будет достигать вот этой высоты планки, то Азербайджан превратится в уникальную страну. Поэтому, да, мы должны двигаться вперед, мы должны все лучшее, что у нас есть, показать миру. От художников, композиторов, писателей и всех деятелей нашей культуры, науки, находить лучших и показывать миру, кто мы есть на самом деле. Да, это очень серьезная задача, и к ней надо очень серьезно готовиться. Эта задача непростая, но мы можем найти. Не так легко это все делать, но мы можем найти среди нас людей, которых можно показывать миру. Это самое главное. Поэтому, я думаю, что очень важное впереди нас ждет новой победы в мирное время. И я думаю, что я искренне пожелаю господину президенту могучего здоровья. Он и выглядит хорошо. Он еще молодой. Вот чтобы такое большое, чтобы у него было и здоровье, именно для того, чтобы достичь. А цели у него железно поставлены. И, конечно, мы знаем, что будет в последующем. И он знает лучше всех, что будет в последующем. И я уверен, что так и будет. Поэтому я желаю только-только удачи. Я желаю всей его семье счастья, благополучия. Паратмин, вот вы сказали о развитии, сохранении азербайджанской культуры. Вот как бы вы оценили вклад нашего главы государства в это дело? В развитие? Да, да, да. Именно вот сохранение культуры. Ну, я думаю, что мы в этом смысле являемся в определенном смысле уникальной стороной. Потому что, если сравнить, впереди нас только Норвегия. Вот объективно. А все остальное не может соперничать с нами. Потому что все время на повестке дня именно проблемы не только просто людей. Конечно, проблемы деятелей культуры все время стоят. И сейчас активно идут обсуждения. Идут, как бы, идет такая подготовка к глобальному освоению, осуществлению вот тех целей и задач, которые поставлены и господином президентом, и обществом в целом. И я думаю, что, ну, элементарно могу просто сказать, допустим, летом мы уже испробовали наш дом творчества. Элементарно, да. В котором, например, уже наша молодежь неоднократно участвовала, устраивала симпозиумы, выставки. И не только молодые художники. И наше старшее поколение, и гости, которые у меня были, они просто были восхищены, что есть такие условия для работы. Для отдыха, для, как бы, общения. И мы в скором времени ждем наших гостей из Центральной Азии. Мы готовимся провести такую общую выставку. И вот этот дом творчества, в котором пройдет последующим симпозиум этих стран. То есть, да, мы не ждем. Работа впереди еще большая. Да, двигаемся, и есть поле для деятельности. И вопрос о нашей молодежи. Как вы вот оцениваете ее потенциал? Ну, знаете, молодежь у нас очень даже, я бы сказал, достойная. Да так и будет всегда. Я хочу сказать, что старшее поколение, может быть, прожило большую часть своей жизни другой ситуации. И там были другие взаимоотношения. Но там не было свободы. Я всегда в этом говорю. Если мы хотели свободу, это совершенно другое отношение общества и художника. А когда идеология была на первом месте, то есть партийная идеология, для всех как бы партийных, беспартийных одна идеология, то да, она руководила процессом, понимаете, художественным процессом. Это ужасно. Это то, против чего мы выступали, и я в частности, лично, с моими друзьями, такими как Мирзават, Кемал и Ворхмас. И да, это для художника губительно жить в таких условиях, когда ты должен выполнять какие-то поручения. Поэтому мы потрясающе живем в свободном Азербайджане. Мы сегодня говорим от имени Азербайджана, чего не делали на протяжении всех тех лет, когда мы были в определенных других условиях. Сегодня мы говорим об Азербайджане. И, конечно, это вдохновляет художника, вдохновляет любого творца на создание своего. Поэтому я считаю, что мы живем в очень интересное время. И молодежь наша, как вы спрашивали, она очень приспособлена, она понимает, что происходит в мире, и она идет в ногу с миром. Им в этом смысле будет легче достигать, познавать. Потому что, да, а поколение, которое придет после них, они просто будут как рыба в воде. Хочу сказать, даже вчера, когда голосовали, именно молодое поколение отличилось. Очень большое количество молодых пришли на голосование. Это чувство, я вам скажу, присуще всему народу, независимо от... Я думаю, совсем крошечные люди тоже испытывали радость, видя вокруг. Потому что, вы понимаете, участки избирательные, я не знаю, как другие, но в том, в котором я голосовал. Это было настолько весело, радостно, я даже вспомнил какие-то юношеские годы, когда, ну, какое-то такое первомайское настроение у людей. Знаете, тогда мы переживали, вот это самое было любимое май, первое мае, весна. Вот была абсолютно праздничная атмосфера. И это было благодаря тому, что в душе каждого эта атмосфера. И я поэтому говорю, что самое ценное именно в этом, что нет никакой игры, нет никакого, понимаете, притворства. Все искренне, все истинно, все наружу. Это потрясающе. Ну что же, спасибо вам большое за то, что вы пришли и поделились своим мнением с нами. Благодарю вас, удачи вам. Спасибо вам. Спасибо. Фархад Халилов, народный художник Азербайджана, был нашим гостем. Вопросы о наблюдении за президентскими выборами, двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Иорданией, а также регионального развития, обсудили министр иностранных дел Джейхун Барамов и первый вице-спикер палаты представителей иорданского хашемитского королевства Абдурахим Альмаян и заместитель председателя Сената Иордании, глава комитета иорданско-азербайджанского братства Муфлик Арахими. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Барамов также принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Бразилии и Азербайджан в федеральном сенате Бразилии с сенатором Нельсенья Традом, находящимся с визитом в стране для наблюдения за внеочередными выборами. В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения двустороннего, многостороннего сотрудничества, плана расширения политических контактов и механизма двусторонних консультаций между Азербайджаном и Бразилией. Иностранные наблюдатели высоко оценили избирательный процесс в Азербайджане. Внеочередные выборы были проведены демократично и согласно всем международно признанным нормам. Так отзывались о ходе голосования иностранные наблюдатели. Было отмечено, что другие страны могут брать пример с Азербайджана в плане организации и проведения выборов. В мире, где политическая арена часто обращена сомнениями, выборы в Азербайджане выделяются как пример успешного проведения демократического процесса. Зарубежные наблюдатели, включая представители международных организаций, выразили свое удовлетворение уровнем организации прозрачности и честности выборов, подчеркивая значительные усилия, предпринятые страной для обеспечения свободы и справедливости голосования. Я думаю, что если этот высокий уровень, стандарт проведения выборов был бы таким же по всему миру, мы бы могли констатировать, что мир продвинулся далеко вперед. У меня осталось яркое впечатление от того, насколько добросовестно организаторы выборов подошли к тому, чтобы комфортно себя чувствовали избиратели. Я как международный наблюдатель, который бывал в Казахстане, в Грузии, в Узбекистане, в Таджикистане, могу подтвердить, что то, что сейчас происходит, это очень важный исторический момент в жизни современного, в новейшей истории Азербайджана. А это уже тот фундамент, на котором зыждется дело нового Азербайджана, в котором, как никому из других стран мира, удалось доказать, показать, утвердиться в том качестве, который они себе заявляли. Прежде всего, организация выборов отмечена как высокоэффективная. Избирательные участки были хорошо подготовлены к приему граждан, обеспечивая удобство и доступность для всех избирателей, включая лиц с ограниченными возможностями. Прозрачность процесса голосования и подсчёта голосов была ещё одним важным фактором, вызвавшим положительные отзывы международных наблюдателей. Высокий уровень подготовки прошедших выборов отметили и представители из Пакистана. Они заявили, что впечатлены избирательной системой Азербайджана. Азербайджан пригласил депутатов из Пакистана в качестве наблюдателей за ходом голосования. За вчерашний день мы посетили много избирательных участков. И, честно говоря, мы под впечатлением от организации выборов. Наблюдатели были очень любезны и при необходимости помогали избирателям. Также все избирательные участки находились под охраной. Можно было не беспокоиться о безопасности. Международное признание успешного проведения выборов в Азербайджане отражает важные шаги, сделанные страной на пути к демократизации и укреплению гражданского общества. Это также служит позитивным примером для других стран, стремящихся улучшить свои избирательные системы и укрепить демократию в стране. Прозрачность выборов и высокий уровень подготовки отметили в том числе наблюдатели из Объединенных Арабских Эмиратов. До этого времени мы участвовали в качестве наблюдателей во многих президентских выборах. Но я хочу сказать, что в Азербайджане внеочередные президентские выборы прошли на очень высоком уровне. В демократических условиях и прозрачно. Это говорит о том, что Центральный избирательный комитет ответственно был подготовлен к проведению данного процесса, который был осуществлен при соблюдении всех международных правил. Таким образом, положительные отзывы зарубежных наблюдателей не только подтверждают легитимность выборов в Азербайджане, но и отражают широкое признание международного сообщества в отношении прогресса, достигнутого страной в обеспечении принципов демократии и прав человека. Бриллиант Исламова, CBC. Дни очередные президентские выборы прошли без нарушений и на всех участках в Азербайджане проявлялась активность. Об этом заявил председатель Международного евразийского фонда прессы Умуд Мирзаев. По его словам, более 50 сотрудников организации вели наблюдение на избирательных участках в Баку, в городах Тер-Тер, Белаган и на освобожденных территориях. Международный евразийский фонд прессы провел конференцию, в ходе которой был объявлен итог наблюдательной миссии учреждения на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля этого года. На заседании попечительского совета организации было принято решение создать команду из 50 наблюдателей, которые следили за всеми процессами голосования во многих азербайджанских городах. Так, наблюдательная деятельность Международного евразийского фонда прессы велась из главного офиса в Баку, а также из районных штабов в городах Тер-Тер, Физули и Белаган. Наблюдатели следили за процессом голосования на президентских выборах в более 225 избирательных участках Азербайджана. В сравнении с предыдущими президентскими выборами, явка избирателей на недавнем голосовании была выше. В каждом избирательном округе, где мы участвовали, наблюдалась активность первых часов. Активное участие на выборах проявили женщины и пожилое население. На большинстве избирательных участков наблюдалась явка избирателей 90%, в том числе на освобожденных от оккупации землях. Ещё до внеочередных президентских выборов Международный евразийский фонд прессы провёл встречи с членами местного и международного наблюдательных штабов, а также с сотрудниками неправительственных организаций. Для них учреждение провело подготовительное обучение во время наблюдений на президентских выборах. По наблюдениям наших сотрудников, президентские выборы прошли прозрачно и объективно. Для наблюдателей и представителей СМИ были созданы все условия для их деятельности на президентских выборах. Процесс открытия избирательных участков, завершения выборов и подсчёта всех голосов легко контролировался нашими наблюдателями. Были допущены незначительные ошибки, не повлиявшие на избирательный процесс. Международный евразийский фонд прессы был создан в 1992 году. Он обладает основным консультативным статусом в ООН. Основная часть деятельности этой организации направлена на реализацию социально-гуманитарных проектов в местах, пострадавших от войны, а также забота о беженцах и вынужденных переселенцах. Используя свой статус, организация оперативно делится объективной информацией из зон боевых конфликтов. Это учреждение имеет многолетний опыт избирательного процесса, которое принимало непосредственное участие в создании избирательных коалиций в стране на президентских выборах в 2008 и 2013 годах. Международный евразийский фонд прессы выступил инициатором и реализатором многочисленных значимых проектов в сфере СМИ, образования и развития гражданского общества в Азербайджане. Эльвин Абдулаев, CBC. Голосование в условиях высокой явки избирателей проходило свободно, справедливо и прозрачно. Об этом сообщили на брифинге по итогам мониторинга, проведенного на выборах президента Азербайджана. Организация по мониторингу выборов «Мой голос». Более 500 наблюдателей данной организации с представительством во всех регионах страны осуществляли наблюдения в 67 избирательных округах, что составляет 54% от общего числа округов. Было отмечено, что коалиция «Мой голос» провела мониторинг выборов в соответствии с международными стандартами. Техническое оснащение, кабины и урны для голосования на избирательных участках соответствовали требованиям избирательного кодекса. Избирателям были предоставлены все возможности для свободного входа на избирательные участки и тайного голосования в кабинах. Наша организация является одним из пятерых создателей коалиции по мониторингу выборов, которая называется «Мой голос», то есть по-азербайджански это «Меним сессин». Мы создали эту коалицию именно непосредственно накануне выборов, для того чтобы провести широкую, широкомасштабную работу по ее мониторингу. И наш мониторинг мы осуществили в 67 округах. Для этого мы подготовили 500 наблюдателей, которые фактически присутствовали и вчера работали. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане отметились большим количеством международных наблюдателей, журналистов, высокой явкой и политической активностью граждан. После объявления результатов «Экзитпол» жители Баку вышли на улицы столицы для празднования победы Ильхама Алиева. На улицах города прошли шествия в поддержку главы государства. Тысячи жителей с флагами скандировали победные лодники. Сегодня исторический день для нашей страны. Мы выбрали верховного главнокомандующего. Я очень рад, что наш президент Ильхам Алиев победил сегодня. Это исторический день для нас. Это после Гарабахской войны, после победы, после того, как мы вернули нашу территорию, это было очень важно, чтобы мы выбрали правильного лидера. И мы это сделали. Я специально прилетел из университета своего, из Стамбула. Я учусь в университете Коч, я прилетел сюда, чтобы проголосовать. Потому что для меня это и для каждого азербайджанца это очень важный день. И мы все очень рады, что победил Ильхам Алиев. Высокая явка избирателей в ходе внеочередных выборов президента Азербайджана наблюдалась и в Нахичеване. В голосовании приняло участие свыше 200 тысяч граждан по всей автономной республике. Большинство отдало свой голос в пользу Ильхама Алиева. Корреспондент ТБС, командированный в город Нахичеван, узнал мнение жителей города относительно итогов выборов. Мы приняли активное участие в выборах президента. Более того, из-за того, что мой отец по состоянию здоровья не смог прийти на избирательный участок, его голос учли дистанционно. Вчера вечером, уже после оглашения результатов, мы собрались в центре города. Будто во второй раз отпраздновали День Победы. Затем совершили автопробег. Наш выбор пойдет на благо народа. Ильхам Алиев продолжит политику созидания. «Я очень рад, что выбор большинства пал именно на Ильхама Алиева. Уверен, что под его руководством Азербайджан достигнет еще больших высот. Вчера в городе была праздничная атмосфера. Все пели и плясали. Это была большая радость. Вплоть до двух часов ночи Нахичеван не спал». «Выборы прошли организованно. Каждый голосовал за своего кандидата. Но для нас была важна победа Ильхама Алиева. Мы не видим на этом месте другого человека. Проделанная им работа говорит сама за себя. Он действительно сделал очень много для народа». Останки, обнаруженные в массовом захоронении у крепостных стен в поселке Аскеран Хунджалинского района, будут отправлены в соответствующие лаборатории для идентификации. Об этом заявил представитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Заур Исмаилов в интервью телеканалу Си-Би-Си. По его словам, массовое захоронение было обнаружено на основании показаний одного из исполнителей Хунджалинского геноцида Рашида Бегларяна. Недалеко от Аскеранской крепости найдены останки как минимум 8 человек, жертв Хунджалинского геноцида. Государственная комиссия приступила к раскопкам в октябре-ноябре прошлого года и обнаружила захоронение в феврале. Представители соответствующих госструктур, присутствие азербайджанских и зарубежных журналистов осмотрели место погребения. В настоящее время продолжаются раскопки, поэтому есть вероятность увеличения количества останков. На следующем этапе будут взяты образцы ДНК и начат процесс идентификации. Думаем, что здесь их может быть больше, потому что по нашим данным здесь было убито гораздо больше людей. И надеюсь, что после расширения зоны экспедиции мы выявим еще более останков этих хунджалинцев. Напомним, что после 44-дневной отечественной войны массовые захоронения были обнаружены на территории Шушинской тюрьмы из села Дашалты, сел Сарыджалы и Ахдамского района, Эдидли и Ходжавенского района, Фару и Ходжалинского района, Юхары и Сейдахмедли и Зулинского района и села Башлыбель Кербаджарского района. На сегодняшний день там найдено останки более 500 человек. Мы начали здесь раскопки в 2023 году, в октябре-ноябре. И в это время где-то один гектар земли было исследовано нами, но мы из-за погодных условий прекратили работу. И вот в феврале 2024 года вновь начали здесь раскопки. И во время раскопок мы выявили останки людей, которые были убиты в феврале 1992 года. Бегларян Рашид Арамаиси, член незаконных армянских вооруженных формирований, действовавших в Карабахском регионе в начале 1990-х годов, взятый в плен в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в прошлом году в Карабахе, признался в ходе допроса, что тела убитых невинных людей были захоронены в посёлке Аскеран на левом берегу реки Гаргар возле Аскеранской крепости. Сегодня туда был организован медиатур. Помимо представителей местных СМИ, в нём приняли участие 35 представителей иностранных СМИ из Сербии, Турции, Марокко, Перу, Уругвая, Узбекистана, Боснии и России. Беглариан Рашид Арамаиси, который в ходе следственных мероприятий признал своё участие в уничтожении мирного населения Ходжалинского района, была получена информация о истреблении Ходжалинского мирного населения вблизи Аскеранской крепости. По информации, полученной от Беглариана, мирное население в ходе перехода в Агдамский район было здесь окружено и истреблено, а в дальнейшем здесь захоронено. По планам учинивших геноцид в Ходжалы и выжившим было обещано, что они смогут безопасно пройти через Аскеранский район в направлении Агдамского района. 26 февраля 1992 года они заманили жителей в ловушку вблизи крепости. 200 мирных граждан, большинство женщины, дети и старики были безжалостно расстреляны. После расхищения личных вещей и ценностей, их тела были погребены в окрестностях Аскеранской крепости. Пяре Дюни Малиева, Сара Алиева, Намик Гасанлы, Сибиси. Результаты последовательных и непрерывных реформ, осуществленных в Азербайджане за последние 20 лет проявляются во всех сферах. Рассматривая ряд экономических показателей, ставших следствием осуществленных за этот период работ, Азербайджан вошел в число 10 стран с наиболее стабильной макроэкономической средой. Все подробности у Анастасии Панариной. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер, Телли. Ну вот как раз таки об этом и о многом другом прямо сейчас в рубрике «Финтаймс и Корборен». Стабильная макроэкономическая среда является основой для устойчивости, модернизации и диверсификации азербайджанской экономики. Об этом в эфире CBC заявила экономист, руководитель Центра аналитика информационных ресурсов ЮНЕК Эсмир Ахмедова. Эксперт напомнила, что согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, в 2017 году Азербайджан вошел в число 10 стран с наиболее стабильной макроэкономической средой. По ее словам, это является продолжением длительной и продуманной экономической политики, основы которой были заложены общенациональным лидером Кейдаром Алиевым. Эсмир Ахмедова подчеркнула, что эта политика сегодня успешно продолжается главой государства Ильхам Алиевым, который по предварительным данным победил на внеочередных выборах президента Азербайджана. Какие основные цели и задачи были положены в основу макроэкономической стабильности? Первое – это, конечно же, адаптация к новым вызовам, которые порождают происходящие в мире процессами. Минимизация влияния глобального экономического кризиса на нашу страну, которая устоит в мире с 2007-2008 годов. Формирование качественного модели экономического развития. То есть на наших глазах фактически формируется новая экономическая модель, и мы к этой модели пришли фактически за 4 периода. Это анализ экономики и анализ экономического развития с 1993 года по 2021 год. Мы сейчас находимся на 4-м качественном уровне развития нашей экономики. Азербайджан успешно ведет сотрудничество по различным направлениям в рамках организации тюркских государств и роль Баку в работе ОТГ высоко ценится. По мнению эксперта, частные компании тюркского мира проявляют большой интерес к реализации проектов на освобожденных от оккупации территориях страны. Азербайджан инвестирует в новые транспортные маршруты и логистику. Эти усилия улучшают транспортную связанность стран-членов ОТГ и повышают транзитный потенциал региона. Кроме того, сотрудничество тюркских стран охватывает и вопросы энергетической безопасности. Азербайджан, будучи производителем нефти и газа, играет важную роль в поставках энергоносителей. Также успешно развиваются торгово-экономические связи. В этом году в Торговом балансе страны СНГ присутствуют. Это Россия, Туркменистан, Украина, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Кургизм, Молдова, Жекистан. Необходимо отметить, что первыми занимает Российская Федерация, и здесь продукция экспорта, не не снова сектора, занимает 33,1%. Затем идет Казахстан, наше торговое отношение с Казахстаном, 3%, Кургменистан, 2,5%, Украина, 2,4%, Кургизм, 1,7%, В январе 2024 года экспорт Азербайджана составил 1,8 миллиарда долларов, в том числе и не нефтяной – 222 миллиона долларов. Об этом сообщается в отчете Центра анализа экономических реформ и коммуникаций. За прошедший месяц поставки за рубеж продовольственных товаров достигли 70 миллионов 400 тысяч долларов с ростом на 9,5%. Экспорт непродовольственных товаров превысил 151 миллион долларов. По прогнозам Министерства экономики Азербайджана, в 2027 году не нефтяной экспорт достигнет 5,3 миллиарда долларов. Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Киазымов обсудил с руководителями местных страховых компаний текущую ситуацию на страховом рынке. Как написал в своем аккаунте в социальной сети ИКС глава надзорного ведомства, в ходе встречи прошли презентации, посвященные последним тенденциям в мировой экономике. Обсуждены внутренние и макроэкономические условия, денежно-крезидные аспекты в стране, а также инфляция, ситуация на валютном рынке и экономическая активность. Также рассмотрены итоги деятельности страхового сектора в прошедшем году, стратегические направления развития рынка и другие важные аспекты стратегии развития финансового сектора Азербайджана. Министерство экономики России представило информацию об экономических итогах прошедшего года. Так, ВВП государства вырос на 3,6%, составив примерно 171 трлн рублей в номинальном выражении, или 1 трлн 870 млн долларов. Такая динамика стала самым высоким показателем за последние десятилетия, за исключением постпандемийного роста в 2021 году. Промышленность в прошлом году выросла на 3,5%. Главную роль в этом сыграло обрабатывающее производство, рост которого составил 7,5%. Инфляция оценивается в 7,4%, а безработица в 3,2% по отношению к рабочей силе. Что же касается прогнозов, то Министерство экономического развития России ожидает рост ВВП в текущем году на 2,3%, а по прогнозам Банка России рост может составить до 1,5%. Китай разрабатывает планы действий по привлечению и использованию большего объема иностранных инвестиций в 2024 году при одновременном улучшении бизнес-среды. Официальные лица Национальной комиссии по развитию реформам и Министерства торговли заявили, что в прошлом году Китай осуществил ряд практических и эффективных политических мер, которые привели к значительным улучшениям в оптимизации бизнес-среды. На следующем этапе основное внимание будет уделено решению основных проблем хозяйствующих субъектов и внедрению мер для борьбы с трудностями, с которыми сталкиваются предприятия. Мы будем и дальше совершенствовать систему доступа к рынкам, облегчать оценку эффективности доступа к рынкам во всех секторах, внедрять инновации и совершенствовать институты и механизмы проведения торгов. Мы также намерены отменять законы, положения, регламенты и нормативные документы, которые предполагают неравное отношение к предприятиям и искоренять местный протекционизм и дискриминацию собственников. В рамках продвижения трансграничных инвестиций Китай разработает планы действий по привлечению и использованию зарубежного капитала, сокращению списка негативных инвестиций, снятию ограничений на их доступ в производственный сектор. Новые руководящие принципы призывают улучшить общий баланс между внутренней и международной ситуацией и способствовать созданию бизнес-среды мирового уровня, ориентированной на рынок. Более 60% политических мер были реализованы или достигли положительного прогресса, причем отзывы большинства предприятий, финансируемых из-за рубежа, положительные. На следующем этапе Министерство торговли продолжит ускорять реализацию этих мер, оперативно сообщать о прогрессе в разработке стандартов государственных закупок и содействии инвестициям, которые представляют общий интерес для предприятий, рефинансируемых из-за рубежа, и еще больше усилит оценку реализации новых мер для привлечения иностранного капитала. Пакистан стремится к долгосрочному сотрудничеству с Россией в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, продовольствие, безопасность, энергетика и оборона. Об этом заявил заместитель председателя Верхней палаты парламента Пакистана Мирзо Мухаммед Афреди. Он также подчеркнул важность российской помощи в привлечении инвестиций в экономику Пакистана посредством Специального совета по содействию инвестициям. Зампред главы Сената указал, что Исламабад и Москва имеют много общего и желают иметь прочные институциональные связи для дальнейшего углубления двухстороннего сотрудничества. Капитализация производителя чипов для искусственного интеллекта NVIDIA вплотную приблизилась к капитализации Амазон. Также NVIDIA почти догнала стоимость Alphabet – это владелец Google. Только за пять недель этого года акции компании выросли на 40%. К середине торговой сессии среды капитализация составляла 1,7 трлн долларов. Это всего на 3% ниже капитализации Амазон и менее чем на 6% отстает от Alphabet. NVIDIA уже однажды превзошла Амазон по капитализации. Но это было в 2002 году, когда стоимость каждой из компаний не превышала 6 млрд долларов. Учитывая, что акции NVIDIA существенно выросли, ожидается, что уже сегодня она может войти в топ-5 самых дорогих компаний в мире. NVIDIA стала главным выгодноприобретателем в борьбе технологических компаний за внедрение искусственного интеллекта в свои продукты и услуги. Государственный долг США к концу 2034 года увеличится до рекордных 160% от ВВП и продолжит расти после этого. С таким прогнозом выступило бюджетное управление Американского конгресса. 116% наиболее высокие из когда-либо зафиксированных показателей. А после 2034 года долг продолжит расти. Если нынешние фискальные законы останутся неизменными, в этом случае по подсчетам бюджетного управления Конгресса, к 2054 году госдолг может составлять 174% от ВВП. Ведомство прогнозирует также, что дефицит федерального бюджета США составит в 2024 финансовом году 1 трлн 600 млрд долларов. В следующем году он вырастет до 1 трлн 800 млрд долларов. В 2027 вернется к уровню текущего года. А уже к концу 2034 года достигнет 2 трлн 600 млрд долларов. Аргентинские депутаты проголосовали за возвращение пакета реформ президента Хавьера Милея парламентской комиссии. Это произошло после того, как правительству не удалось добиться одобрения всех пунктов законопроекта. Предложение прервать постатейное рассмотрение документа и отправить его на доработку выдвинули депутаты правительственной коалиции. Инициатива в ходе голосования поддержана большинством. На новом заседании депутаты голосовали по отдельным статьям законопроекта, отклонив 4 из 5 разделов о государственных реформах. В свою очередь, офис президента Аргентина обвинил губернаторов. Губернаторы приняли решение при голосовании уничтожить закон об основах для свободы аргентинцев, который объединяет нововведение властей по статьям после того, как решили поддержать его. Они решили повернуться спиной к аргентинцам и не дать правительству получить инструменты для решения структурных проблем Аргентины. Закон вернется на обсуждение, когда они поймут, что это народу он нужен, а не правительству. Ранее Нижняя палата парламента, несмотря на акции протеста, одобрила в целом сильно урезанный вариант законопроекта о реформах президента Хавьера Милея. Власти, чтобы документ был принят, изъяли из него многие спорные моменты. Часть их будет оформлена отдельными законами. Со своей стороны, правительство заявило, что ищет способы сохранить законопроект в силе. Документ включал положения, позволяющие приватизировать государственные предприятия и наделяющие президента большими полномочиями. Все конституционные инструменты оцениваются все до единого. Это не создает никаких препятствий для экономического плана, который мы разрабатываем. Мы достигли бюджетного баланса без закона, а без закона прогнозы инфляции ухудшаются. Это только задерживает многие дорегулирования и свободы, которых мы хотели для людей в долгосрочной перспективе. Но это будущее наступит в любом случае. Аргентина по итогам прошлого года возглавила рейтинг стран самой высокой годовой инфляции, обогнав многолетнего мирового лидера Венесуэлу. Так, инфляция в стране танго, серебра и говядины составила 211%. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплаты и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства. Это также обещания приватизации и долларизации заставили многих людей выйти на улицы. С прихода к власти Милея профсоюзы и первые движения провели несколько крупных акций, протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек. Шведские власти закрывают расследование подрыва газопроводов Северный поток и Северный поток-2. По заявлению прокуратуры страны, основной целью предварительного расследования было определить, причастны ли подданные королевства к подрыву и использовалась ли шведская территория для этого диверсиционного акта. По обоим вопросам следователи пришли к отрицательным выводам. В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерматизация двух ниток Северного потока и одной Северного потока-2 в районе возле датского острова Борнхольм. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. И на этом новости экономики подошли к концу. Мы будем продолжать следить за ходом событий, но об этом в следующих выпусках ТЭЛИ. Спасибо большое, Анастасия. Это был вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин